Слава Богу! Ты будешь приходить в этот зал и будешь любоваться этой красотой, и это будет тебе помогать любоваться красотой Господа прежде всего. И все, что мы делаем, мы делаем для Бога прежде всего. Мы хотим, чтобы у Господа было всегда самое лучшее, чтобы люди видели, что Бог велик. Мы же так поем, что Бог велик, правда? Знаете, когда Бог велик в тайне, вот так вот тайно, никто об этом не знает, что Бог велик, это как-то не совсем правильно. Величие Божие должно проявляться, и оно должно проявляться во всем. И в материальных вещах тоже Бог проявляется. Мы видим, что Иисус Христос, когда идет на крест, и о Его одеждах ведут споры римские солдаты. Эти римские солдаты, они получали хорошие жалования, однако они делят Его одежды. Скорее всего, Его одежды представляли какую-то ценность, не только в духовном плане, как мы порой думаем, но и в материальном плане. Поэтому Бог прославляется во всем, друзья мои, и в финансах тоже. Он хочет прославиться, не только в духовных и в душевных вещах нашей жизни, но и в финансах тоже. Если у тебя достаточно веры, ты можешь просто по благодати быть прославлен в материальных частях своей жизни, просто не отдавая этому предпочтения, просто не надо этому служить. Но Бог пришел дать жизни жизнь с избытком во всех сферах нашей жизни. Аминь. Воздайте Богу хвалу. Он достоин. Друзья мои, у нас ряд событий. Вы слышали объявление. Я хочу вас призвать, чтобы вы были на конференции все три дня, каждое служение, потому что Бог будет говорить через спикеров. Спикеры не будут повторяться. Один спикер будет проповедовать на одном собрании и начинает нашу конференцию начальствующий епископ Эдуард Анатольевич Гробовенко. Он будет 28 в 19.00 вечера служить здесь, на нашей конференции. Представьте, в нашем союзе более пяти тысяч церквей. Более пяти тысяч церквей. Не пятьдесят, даже не пятьсот, а пять тысяч церквей. И для нас действительно честь и привилегия, что этот муж Божий нашел время для того, чтобы быть здесь с нами на этой конференции. И он приезжает из Перми. Люди приезжают из других городов. И будет не совсем правильно, если ты не найдешь время из Сочи прийти в свою родную церковь. Поэтому оставьте все дела. Выделите время. И, пожалуйста, будьте на этой конференции. Аминь. Я думаю, это будет чудесное время. Десять лет. Десять лет церкви. Десять лет невесте Христовой. Бог будет ее благословлять, свою невесту. Будет ее одаривать. И я думаю, что Бог будет дарить подарки своей невесте в этот день. Ну, а церковь это мы с вами. И, соответственно, Бог будет благословлять. Знаете, есть братья, которые верой берут, принимают. И я вижу, когда мы выезжаем куда-то на какие-то события, или они присутствуют на какой-то конференции, их дела устрояются, решаются. И самое большое благословение они получают именно тогда, в дни этой конференции. Потом позвоните, я вам скажу фамилии этих людей. Вы подойдете, узнаете, что я говорю правду. Аминь. Слава Господу. Итак, мы говорим о поклонении и хвале. И мы сказали, что поклонение это не просто, когда мы поем песни под музыку. Это состояние нашего сердца прежде всего. Это тогда, когда твое сердце в правильном состоянии перед Господом. Когда оно принадлежит всецело Ему. Мы с братьями сейчас выезжали в Крым, в Совет Церкви. Я вывозил в Крым для того, чтобы мы имели общение друг с другом. Вот прошли эту дорогу на автомобилях. Мы ехали, общались, кушали вместе. Проходили какие-то трудности, испытания, усталость. Вместе пребывали в одном доме. И даже ни разу не подрались. Слава Господу. У вас хороший совет, друзья. Да. Мы вместе кушали, вместе общались, вместе молились. Это было чудесное время. И вот в один из дней мы поехали в одну из церквей Крыма. Там братья специально собрались для того, чтобы мы могли присоединиться к ним. И прославить нашего Господа, помолиться вместе, послушать Слово. И вот когда мы приехали, это братья-пятидесятники. Мы для них слишком веселые, слишком шумные. Так мягко скажу, да? Они нас просто называют таким словом ласкательным. Харизматы. И не всегда поймешь, что они вкладывают в это слово. То ли мы терят нас, то ли как-то благословляют. Но Бог так делает, что они с любовью к нам относятся. И мы к ним с любовью относимся. И дружба как-то завязалась между нами. И вот мы приехали, и вышел парень. У него гитара. Это уже другая история. Помните, я в тот раз рассказывал про парня с гитарой. Тут история повторилась. Только этот парень, он мог играть. И мог петь. И знаете, они поют песни. Может быть, кто-то сталкивался по справочнику. Песенник, да, песенник. Сборник песен. Он сейчас новый уже, не зеленый такой. Его сделали красивым, новым. Он открыл и запел песню, которая нам была тоже известна. И знаете, что произошло? 50 братьев, может, чуть больше. Они в едином порыве громко, вот так как хор. Вот воинов каких-то славили Господа. Мы никогда не репетировали. Мы никогда не виделись раньше с ними. Но это так стройно звучало, как будто мы едиными устами славили Господа. И я подумал, почему так? Все отметили, кстати, это не только я, мне понравилось. А все братья потом об этом говорили. Я каждый день спрашивал, что вам понравилось, что вы пережили, что вы почувствовали. И каждый именно это отметил. Сказал, мы, когда стояли, как будто хор на небесах пел и славил Господа. Единая хвала была. Знаете, 50 братьев. Они не просто стоят, мурлычут, как котики такие, знаете, милые. А это был такой гром среди ясного неба. Такая, знаете, хвала Богу какая-то воинственная. Я убежден, что даже бесы убежали из церкви Ковчег в тот момент. Потому что, смотрю, сегодня мало людей. Наверное, убежали все-таки кто-то. Потому что братья славили так Господа, что небеса сотрясались. И я подумал, а в чем тут вообще секрет? Никто из нас не имеет музыкального образования. Мы не спевались ради, ну, спевались, но в другом. Спевок не было у нас. Вот так. Мы не проводили спевки, не репетировали. Мы просто пришли, зашли, первый раз увидели этих людей. Но когда стали славить Господа едиными устами. И знаете, что я увидел? Мы соединились сердцами. Когда ты соединяешься сердцами, ты соединяешься устами. И мне так хочется, чтобы вот эта церковь, она пела. А для этого надо соединиться с сердцами друг с другом. Мы должны стать одним целым, одной церквью. Вот сегодня мы будем это делать через причастие, когда мы будем соединяться через хлеб и вино в одно тело Христово. Чтобы быть одним телом. Представьте, у одного тела уста звучат одинаково. Ну, иногда, когда вы охрипнете, они могут звучать по-другому. Ну, я не слышал, чтобы если человек в нормальном состоянии, не подражал каким-то голосам, он говорил все время на разных тональностях, на разных, разное звучание у него было из уст. Он всегда говорит одним и тем же голосом. Как мы узнаем людей по телефону? Аллилуйя. Иногда с теми, с кем ты общаешься, достаточно просто взять телефон и не посмотреть даже, что там высветилось, и ты уже понимаешь, кто это. Иногда мы путаем, конечно, но если мы общаемся с людьми часто, мы всегда их различим по голосу. Знаете, что, дорогая церковь? Бог узнает нас по голосу хвалы. Хвалы. По голосу хвалы. Вас дай Богу. И мы должны научиться славить Его и хвалить. Мы также сказали, что поклонение и хвала – это способность побуждать Богу к тому, чтобы Он отказался от решения наказать. Знаете, вот у Бога и есть иногда вынесенное решение наказать. И мы видим по Писанию, я не буду сейчас приводить эти местописания, но мы видим, когда люди начинают поклоняться, в этом состоянии, они понимают, что над ними нависло, может быть, наказание Божие. И они начинают от всего сердца поклоняться Богу. Знаете, что делает Бог? Он отменяет свое наказание. Хвала побуждает Его к этому. Мы также сказали, что хвала, она приносит победу в нашу жизнь. Когда мы славим Бога, то наши обстоятельства порой сами себя уничтожают. Они самоликвидируются порой. Знаете, были эти обстоятельства. Ты славишь Господа, ты ничего не делал, потому что в этот момент, когда ты славишь Бога, не твоя война происходит. А Бог начинает вставать на твою сторону и воевать за тебя. И твои проблемы, они просто сами себя уничтожают, они ликвидируются. Потому что хвала из поклонения способна приносить в нашу жизнь победу. И они приносят победу поклонникам Господа. Халилюя! И сегодня дьявол знает об этом. И поэтому он пытается сделать так, чтобы мы, хотя бы если не поклонялись Ему, то тогда бы и не поклонялись Богу. Поклонялись бы чему-нибудь другому. Я еще раз говорю, поклонение это не песнь, которую мы поем. Это часть поклонений. Поклонение это образ жизни, которым мы живем, друзья мои. И можно поклоняться, не петь песнь, но поклоняться финансам, поклоняться своей семье, поклоняться своему разуму, самому себе, поклоняться своей работе. Каким временем уделять этому больше всего времени? и прилеплять к этому сердцу. Знаешь, как сегодня определить, к чему ты поклоняешься? К чему прилеплено твое сердце? Тому ты и поклоняешься. Потому что Писание говорит, где сокровище? Там и сердце. И если твое сердце прилеплено к Богу, ты будешь поклоняться Богу. Не обязательно песни. Ты будешь поклоняться Ему своей жизнью прежде всего. Ты будешь поклоняться Ему своими финансами. Ты будешь поклоняться Ему своей семьей, своими делами, своей работой. потому что все, что ты будешь делать, ты будешь посвящать Господу, ибо Он велик и Он достоин. Но, к сожалению, мы используем Бога для того, чтобы у нас не отняли то, что мы имеем, чтобы сохранили здоровье, чтобы сохранили семью, финансы, все, чему мы порой поклоняемся. Я не поклоняюсь, я этому не поклоняюсь. Брат, а где ты был в среду? У меня работа была. Подожди, ты в среду здесь должен быть. А у меня работа была. А что ты делал в этот момент? Поклонялся этой работе. Поклонялся. Вот и все. Все очень просто. Можно самого себя обмануть, но Бога не обманешь никогда. Он видит. И дьявол знает это и ведет борьбу за наше поклонение, чтобы мы хотя бы не поклонялись Богу. Ему не надо, чтобы ты ему поклонялся. Ему бы хотя бы сделать так, чтобы ты поклонялся каким-то нормальным вполне вещам. Своим детям. Разве это плохо? Ребенок бегает, божок такой в доме, командует мамой, папой, а мама с папой говорят, а мы ему замечания не делаем. Ну и зря. А я не только замечания делаю, папу иногда могу дать. Он у нас в свободе растет. Знаешь что? Потом ты будешь не в свободе, когда он вырастет. В очень большой несвободе. И все вокруг. Мы должны воспитать наших детей так, чтобы они стали благословением для кого-то, а не проклятием. Иногда ваши дети придут в церковь, и они проклятие в церкви. Извините за выражение. Они должны быть благословением. Конечно, они маленькие детки, они не понимают. Но все равно мы должны их воспитывать так, чтобы они не предоставляли проблем другим людям. Следи за своими детьми. Бог доверил их тебе, чтобы ты следил, а не воспитывал их в полной свободе. И они на шею тебе залезли. И всем вокруг. А ты такой сидишь и говоришь, ой, какие милые детки. Они вырастут потом не очень милыми детками. Поэтому мы должны не поклоняться своим детям, своей семье. Мы должны ее созидать. Мы должны правильно относиться к ней. Сто процентов. Ты должен любить их. Ты должен посвящать им время. Я не говорю о том, чтобы ты вообще не обращал внимания на свою семью. Я говорю о распределении приоритетов. Что важно. Здесь есть и другая крайность, когда люди только в Бога. Верят и поклоняются ему. И не обращают внимания на свою семью, на свою работу, на своих друзей, на своих детей, на все остальное. Но это тоже неправильно. Мы должны быть в балансе, друзья мои. И дьявол знает о том, что если отними у нас поклонение, то ты отнимешь победу. Поэтому многие не могут прорваться в каких-то вещах, потому что они не поклоняются как следует Господу. Потому что дьявол их заставил поклоняться другим вещам. И они думают, чем больше они будут вкладывать в это, тем прорвутся быстрее в этом направлении. Но все так не работает в Боге. Все работает по-другому. Вкладываешь в Бога и прорываешься. Халилюя. Бог чудесный. Сеешь, чем больше, тем больше дается. Один говорит, тратит, щедро, да, тратит. И ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и у него отнимается. Это принципы Божьего Царства. Они работают не вне нашей логики. Не так, как работают принципы этого мира. Поэтому мы должны знать их. И почему дьявол делает так? Потому что он сам знает, что такое поклонение. Потому что в 14 главе книги пророка Исаии есть повествование о дьяволе. И там сказано, что дьявол был создан Богом, как превосходный ангел написано. Деница, то есть правая рука Господа. Там написано, что его имя Люцифер, что значит несущий свет. Он был лидером поклонения на небесах. Он был создан для того, чтобы славить Господа, прославлять Его. И знаете, он как это делал лучше, чем все мы вместе взятые? Потому что он был совершенен практически. Но однажды, вместо того, чтобы поклоняться Богу, он стал прославлять самого себя. Он перевел взгляд от того, кем был сотворен, на самого себя. Вот она причина. Писание говорит, взирай на Христа во всякое время. И как только ты переводишь взгляд на самого себя, у тебя проблемы начинаются. Потому что отличительной чертой дьявола является гордость, друзья. И это и есть самое распространенное искушение, которым дьявол искушает каждого из нас. Мы все подвержены гордости. Каждый из нас искушается в этой сфере. И каждому, каждому, абсолютно каждому, не важно, сколько тебе лет, и не важно, что ты думаешь сейчас о себе. Абсолютно каждому нужно научиться одерживать в этом победу. Одерживать победу над гордостью. Посмотрите же, что говорит Библия. Написано, что Бог гордым противится. 1 Петра 5.5. Бог гордым противится. Послушайте, противится это не просто, знаешь, Бог вместо улыбки сделал гримасу такую грозную. Он тебе стал противиться, улыбался, а потом раз так гримасу какую-то такую нехорошую сделал. Противится в данном контексте, данное слово, которое употреблено в греческом языке, имеет следующее значение, располагаться боевым станом против кого-то. Бог ведет войну против гордых людей. Располагается боевым станом. А смиренным написано, дает благодать. Послушайте, гордость это дух врага. И Бог нас сильно любит, очень сильно любит. И потому не станет благословлять, когда мы ходим в духе врага. Он никогда не будет благословлять гордых людей. Решением проблемы гордости является отнюдь не смирение, как многие думают. Потому что многие думают, что смирение это противоположность гордости. И когда человек смирен, вот он не гордый. Но послушайте меня, смиренными могут быть и язычники. И неверующие люди тоже порой смиренные. Особенно они смиряются под крепкую руку или под какие-то обстоятельства. Я ни разу не видел смиренных людей, когда стоят перед начальством, который их чехвостит, скажем так. И они выглядят смиренно. Я бы сказал так, что гордости, противоположность гордости или антипо гордости является именно поклонение. Когда человек от всего сердца поклоняется кому? Богу. Богу в данном случае. Он не может быть в этот момент гордым быть. Не может. Поклонение. Когда ты все сердце отдаешь. Не просто стоишь с закрытыми глазами, руки поднял и делаешь вид. А я говорю об истинном поклонении. Когда твое сердце направлено к тому, кому ты поклоняешься. Когда он владеет твоим сердцем. Хочу дать вам простые советы. Как поступать и что делать. Первое. Бог должен быть в центре нашей жизни, друзья мои. Все об этом знают. Все всегда это слышали. Но еще раз повторю эту истину. Что Бог должен быть в центре нашей жизни. Мы говорим о жизни Давида. И для нас, Харкасской, чтобы рассмотреть, в которых он выражает свое сердце, в которое он показывает, как он поклоняется Богу. Как Бог ему открывается. Откройте вместе со мной Псалом 102. Давайте посмотрим, что здесь написано. Здесь написано с 13 стиха Псалом 102. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш. То есть Бог знает, из чего мы состоим. Не только как плоть, но из чего мы состоим в духе и в душе. Из чего состоит сегодня твоя душа? Из милости, из щедрости, из любви, или из страха, ненависти, грубости. Бог все это знает. Ты можешь спрятать это перед людьми. Но у Бога все наяву. Он видит сердце каждого из нас. И дальше написано. Ибо Он знает, состав наш, помнит, что мы персть, пыль. Мы сделаны из земли. И Он помнит, что мы просто пыль. Смотрите, когда вы поклоняетесь и прославляете Бога, вы должны напоминать себе, что Он все для вас. Вы персть, мы персть. Мы рабы ничего не значащие. Нас учат мы цари, мы, кто там еще, священники. Мы такие вот сыновья, мы дети. Все принадлежит нам. Да, и аминь. Но когда мы в Иисусе Христе? Когда мы с Ним? Но без Него, друзья, мы персть. Мы ничего не значим абсолютно. Люди как-то пришли к Богу и говорят, Господь, Ты нам теперь не нужен. Мы научились делать людей из глины, из земли, как Ты сделал. Он говорит, ну-ка покажите. Покажите, как Вы это делаете. Они взяли и говорят, мы берем глину. Он говорит, стоп, стоп, стоп. А глина чья? Ты нам не нужен. Но глина-то чья? Мы взяли глину. Воздух, чей, которым ты дышишь? Друг мой. А если ты дышишь, есть здесь дышащее? То написано, что все дышащее славит Господа. Так прославьте Его. Он мой отец, он мой друг, он мой защитник, он мой обеспечитель, он мой целитель, он тот, который заботится обо мне, он тот, который дал мне жизнь, он тот, кто благословляет эту жизнь. Вот что говорит поклоняющийся Ему. Вот что звучит, когда ты поклоняешься Ему. Ты говоришь, Бог для меня все. Аллилуйя. Посмотрите дальше, Давид пишет в этом псалме, 15 стих. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Интересно. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его, на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силы, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его. Благословите Господа все воинство его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества его. Благослови душа моя Господа Все дышащее да благословляет Господа Аллилюя Когда мы поклоняемся Богу Он становится большим для нас, друзья мои Поклонение делает Бога большим для нас Когда же мы Ему не поклоняемся Мы умоляем Его Мы уменьшаем Его Он по сути своей не становится больше И не становится меньше Он для нас в нашем сердце при поклонении становится больше или меньше Поклоняемся Богу Бога больше в нас становится Не поклоняемся Богу Уменьшаем Его присутствие в нашей жизни Он по сути остается таким же величественным Мы на Него никак не влияем, на суть Его Но это происходит внутри нас В момент поклонения происходит следующее Проблемы становятся меньше А Бог становится больше Надо иметь большого Бога, друзья мои И маленького дьявола, а не наоборот Еще раз скажу Большой Бог должен быть в нашей жизни И маленький дьявол Нас же некоторых послушаешь, все наоборот Проблемы вместе с дьяволом огромные А Бог такой Маленький, маленький Который не может решить вашу проблему Мы так себя ведем Мы-то в таком отчаянии находимся Почему такое отчаяние? Потому что мы сказали Бог такой маленький Он не решит эту проблему Это вот в жизни там Ивана Александра Он может решить проблему А в моей жизни нет Потому что у меня большой дьявол И маленький Бог Вот дьявол, он да, он рвет меня на части А Бог, вот он как-то вот Он просто у меня крестик на шее Чтобы не забыть, что он есть Поклонение, друзья Напоминает нам о величии Бога Мы должны поклоняться Богу постоянно И когда мы Ему поклоняемся В этот момент Мы Его возвеличиваем в своем сердце В своем уме И мы в этот момент понимаем Что Бог великий Он больше всех наших проблем Он больше вселенной Его не может вместить вселенной, друзья А Он великий Второе Поклонение делает нашу веру Сильной и действенной У нас есть вера И мы порой ослабеваем в вере Или наоборот Мы можем быть сильными в вере Мы можем подходить к Иисусу и говорить Верю, но помоги мы Ему не верю Как говорил тот отец Юноша, который бил эпилепсия Разные обстоятельства бывают в нашей жизни Разные периоды мы проходим И порой мы бывают на коне такие Шашка наголой Мы готовы рубить всех бесов Мы готовы там прогонять дьявола Мы воинственны А иногда бывает, что от малейшего шороха Мы забиваемся под кровать И думаем И лежим, как илья под кустом И говорим Души моей ищут Души моей ищут И мы в страхе пребываем Разные бывают обстоятельства Но вот поклонение Оно делает так Что наша вера становится сильнее И действенней Посмотрите, что пишет Давид Псалом 15 7 стиха Благословлю Господа Вразумевшего меня Даже и ночью учит меня Внутренность моя Всегда видел я перед собой у Господа Ибо Он, одеснуя меня Не поколеблюсь Послушайте, почему Давид не поколеблется? Из этого стиха Почему Он не поколебим? А? Аминь! Потому что Он говорит Я вижу Бога И Бог одеснуя меня Он всегда со мной Послушайте, всегда это значит всегда Во всех обстоятельствах Он говорит Даже ночью Бог со мной Потому что внутренность моя учит меня Вот 24 часа в сутки Бог с Давидом Не потому что Он выбрал быть с Ним А потому что Давид выбрал быть с Богом Секрет прост Бог с теми, кто выбрал быть с Ним Хочешь, чтобы Бог был с тобой? Будь с Богом Все очень просто И Он не отвергает никого И дальше Он говорит От того Именно от того, что я видел Бога И Он одеснуя меня От того Возрадовалось сердце мое И возвеселился язык мой Даже плоть моя Успокоится В уповании Когда плоть успокаивается Слушай, у тебя волнение У тебя страх У тебя еще что-то Что нужно сделать? Все очень просто Надо уповать на Бога Хорошо тебе, пастор, говори Послушай, этому надо учиться Каждый раз, когда ты будешь это делать У тебя не сразу все получится Это как во всем Приобретать навык Если ты захочешь играть на гитаре Ты возьмешь гитару Ударишь по струнам И у тебя ничего не получится Потом тебя научат Чуть-чуть ставить аккорды Ты начнешь ставить аккорды И что-то начнет получаться Очень плохо А знаешь, что потом придет? У тебя начнут пальцы болеть Вот здесь вот На подушечках Должны натереться мозоли А иначе ты будешь прикасаться к струнам И будет очень больно Не просто больно А очень больно Вы думаете, они спокойно играют? Почему? Потому что у них часы репетиций Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok